всем привет дорогие друзья я все еще вероника но сегодня мы с вами не едем смотреть города на побережье коста планка сегодня у нас обзор недвижимость я покажу вам отличный вариант фенестрате в горах с видами на море и на бенедорн стою я у бассейна урбанизации в которой находится этот дом цена двести сорок две тысячи евро три этажа три спальни три санузла и море удовольствия от жизни в испании идем смотреть сразу при входе на первом этаже находится большой вмонтированный шкаф где расположены счетчики а также тут очень много свободного места чтобы спрятать мне кажется все на свете что не может не радовать тут же на первом этаже находится первый санузел с унитазом раковиной и душевой кабиной сразу же по правую руку на первом этаже находится кухня которая мне как девочки которая любит проводить время на кухне очень и очень нравится во первых потому что тут очень много места рабочая поверхность каменная это значит что ее будет легко мыть также тут много шкафчиков да и в общем очень много места что у нас есть из техники плита вытяжка посудомойка что немаловажно потому что лично я знаю много людей которые любят готовить но не знаю людей которые любят мыть посуду также у нас есть холодильник духовка и микроволновка что очень радует глаз это то что техника белая она не выглядит черным пятном в светлом интерьере сразу за кухней расположен салон как называют его испанцы ну либо же гостиная тут находится кухонный стол и сразу рядышком диван где после вкусного обеда можно передохнуть и посмотреть телевизор которого к слову в доме нет вам придется купить его самостоятельно но полочка уже есть лиха беда начала под лестницей находится волшебная дверь где не живет гарри поттер это кладовка где вы можете держать все свои ведра метлы и все остальное ну либо спрятать самого непослушного жителя этого дома это отлично кладовка кстати не всегда бывает в подобных домах очень полезная вещь тут же в гостиной находится выход на первую террасу самую большую в этом доме которая в общем-то занимает 27 квадратных метров тут у нас на полу плитка и искусственное озеленение сюда бы конечно отлично вписался бассейн но к сожалению конкретно в этом доме бассейна нет тут вы можете сделать детскую площадку зону барбекю поставить шезлонги чтобы получать солнечные ванны ну и вечерами сидеть с бокалом вина и смотреть на верхушки гор на втором этаже находится дверь за которой выход на третий этаж одна спальня вторая спальня и санузел отопление в доме обеспечивается работой системы аэротермия это значит что во всех ванных теплый пол если же конечно вы заходите его нагреть я вам скажу что даже в теплой солнечной испании зимой в плюс 15 градусов намного приятнее когда плитка на полу теплая ну и собственно первая спальня на втором этаже тут есть небольшой встроенный в стену шкаф кровать и выход на террасу вид из которой открывается на горы и на саму урбанизацию важно сказать что в доме установлена центральная система кондиционирования а это значит что воздух будет охлаждаться и нагреваться очень мягко нейтрально постепенно от нее нет такого потока воздуха агрессора как от местного обычного локального кондиционера ну и собственно главная хозяйская спальня она самая большая самая светлая тут шкаф побольше он также был монтирован в стену все женщины которые смотрят меня сейчас знают что это очень важно большой шкаф и он тут в принципе достаточно внушительный из главной спальни есть также выход на собственную террасу и уже отсюда открываются открываются очень очень сладкие виды идем посмотрим конечно же виды которые открываются су террасы вашего дома это одно из самых больших преимуществ домов в данной локации вы только посмотрите горы море бенедорм и прямо перед вами стильные современные классные новые дома лучше всего конечно эту картину наблюдать на закате когда горы в дымке когда небо разнообразных закатных оттенков это безумно красиво и если цена у этого дома есть и она достаточно невысокая то виды эти абсолютно бесценны почему-то архитектор решил что лестница на третий этаж должна быть спрятана за вот такой вот дверью знаете как в доме синей бороды возможно там действительно что-то секретное идем посмотрим на третьем этаже ничего секретного как вы могли себе представить тут находится еще один санузел спальня встроенный в стену шкаф и два выхода на террасу направо пойдешь богатым будешь налево пойдешь женатым будешь в данном случае выбирать не приходится вид из террасы слева такой же как этажом ниже на свою урбанизацию и на горы и справа вид на горы на море и на бенедорм важно сказать что почему-то третий этаж не попал под центральную систему кондиционирования но конечно же об этом побеспокоились и тут установлен индивидуальный маленький кондиционер который нам всем знаком поэтому очень жарко вам в спальне на третьем этаже все равно не будет давайте же подведем итог стоимость дома двести сорок две тысячи евро что же вы получаете за эти деньги общая площадь дома 145 квадратных метров жилая площадь 120 это три этажа три спальни три санузла гостиная совмещенная с кухней кладовка и на секундочку 4 террасы дом продается полностью укомплектованный мебелью и техникой все что вы видите сейчас на видео перейдет к вам в руки если он вам понравится на территории урбанизации конечно же есть бассейн которому есть доступ у всех владельцев домов а это сорок четыре дома стоимость коммунидада в месяц составляет 45 евро это то что вы должны будете заплатить за то что территорию на которой вы живете держат в чистоте и порядке также немаловажно отсюда ходит автобус вы можете доехать к морю в бенедорм либо же к коммерческой зоне фенестрат о которой я уверена вы не раз слышали это большая коммерческая зона где есть абсолютно все автосалоны супермаркеты магазины рестораны торговые центры магазины для животных строительные магазины в общем абсолютно все что нужно современному человеку для полноценной жизни если же например вы захотите приобрести этот дом для того чтобы в дальнейшем сдавать его в аренду мы можем вас сориентировать что плюс-минус высокий сезон если вы будете сдавать этот дом посуточно где-то за 4-5 дней с компанией которая будет здесь жить вы заработаете 800 евро если же вы будете сдавать помесячно то где-то полторы-две тысячи но важно сказать что 80 процентов владельцев домов в этой урбанизации проживают здесь постоянно то есть круглый год а это значит что заняться здесь есть чем и инфраструктура развита достаточно чтобы жить здесь постоянно лично от себя скажу что мне этот дом достаточно нравится он светлый стильный современный выполнены из качественных материалов и отсюда открываются бесконечно прекрасные виды как и часто это бывает на костабланке единственный нюанс лично для меня это то что дом достаточно компактный но высокий и вам нужно будет бегать по лестницам если вы будете здесь жить но это уже как говорится на вкус и на цвет если вам понравилось это видео если вас интересует это предложение пишите нам мы сделаем все в лучшем виде обнимаю ваша вероника